Отдать медведей в хорошие руки. С таким требованием к руководству детской железной дороги обратились зоозащитники. По их мнению, косолапых содержат в ненадлежащих условиях. Их кормят плохо, и места вольерия мало. В свою очередь на ДЖД заявляют, делают все, чтобы животным было у них хорошо. В ситуации разбиралась Виктория Печерская. Бурые медведи Жак и Ляля в зооуголке живут около 15 лет. За это время у пары неоднократно появлялись медвежата, говорят на ДЖД. И добавляют, это самый главный показатель того, что животные чувствуют себя хорошо. Кроме того, уверяют, на медведей тратят 80% финансов, отведенных на содержание всех питомцев. А недавно в зооуголке побывала экологическая комиссия. Работала она неделю. Бригада была с 7 человек. И заключение было сделано, что медведи содержатся в удовлетворительном состоянии. Мы содержим их не для себя. Мы содержим их для того, чтобы юные жители города Запорожья смогли увидеть живого медведя. Экологическая комиссия проверила не только условия содержания, но и всю документацию. Но, уточняют, проверка была плановая. И о ней предупредили руководство ДЖД за 10 дней. Паспорта на всех животных у них есть. Все животные закуплены в соответствии с законодательством. И содержатся в условиях, которые предопределены порядком, который утвержден Минюстом и издан приказ Минприроды. То есть, это размеры вольеров и остальные вещи, которые должны соблюдаться. Эти документы показывали и зоозащитникам. Несмотря на заключение, что все соответствует нормам законодательства, в экологическую инспекцию все равно поступают жалобы от активистов. Говорят, в отличие от других питомцев-зверинца, на медведей им жалко смотреть. Жительница Запорожья Татьяна Васильевна вместе с внучками Ника и Кариной бывает на ДЖД очень часто. А летом почти каждую неделю. Говорит, особенно девочкам нравится посещать зооуголок. Особенно нравятся медведи здесь. Девочка наша старшая кидает им всегда печенье, конфеты. Все хорошо. Очень нравится ей Мишки. Она очень подолгу стоит и наблюдает за ними. У самих же медведей не спросишь, как им живется. Тем не менее, в экоинспекции уже отправили запрос в Киев на разрешение внеплановой проверки. Говорят, как только получат согласия, сразу же отправятся на детскую железную дорогу. И лишь по результатам этого визита в дальнейшей судьбе Жака и Ляли появится ясность. Спасибо.